добрый вечер друзья я хотел рассказать вам что министерство образования соединенных штатов задумалась над тем как повысить при большей эффективности в том смысле чтобы люди реально находили работу а то у нас как-то получается что половина вообще не не заканчивает я посмотрел сегодня статистику кстати по завершению образования значит получается такая история четырехлетний колледж университет который дает бакалавра степень бакалавра значит если посмотреть в среднем по стране там еще по годам идет но вот я беру последние то что у них есть последний там несколько лет хотя там не безумно сильно менялась за последние 20 лет значит история такая среди людей поступивших на четырехлетние программы закончили со степенью бакалавра эти программы чуть меньше 40 процентов человек буквально это это по моему 2008 года статистика поступившие 2008 году значит в 2012 закончили 40 процентов в 2013 из них получили степень бакалавра уже 55 процентов и в 2014 то есть через шесть лет то есть за шесть лет закончили четырехлетнюю программу люди до 60 процентов там сколько-то 59 конечно когда люди учатся они иногда начинают работать и там переходят на парт-тайм то есть как бы такое доучивание но вот 6 лет значит а у них вы понимаете да у них образовательные все эти кредиты набраны их надо выплачивать значит только 60 процентов реально их получила эти самые свои степени бакалавра я сегодня с утра записал сюжетик про веб-сайт который кто-то достаточно официальный я не помню чей значит предыдущие видео об этом значит где обидно сколько получают люди и какой у них employment то есть знаем и какой у них то что называется under employment то есть работа по специальности не требующей степени бакалавра а так вот чем-то не еще заняты так вот получается что вот этот under employment и там еще по профессии там хорошо все показано просто катастрофа катастрофа даже вот такой казалось бы дисциплине как компьютер сайс 20 процентов under employment то есть один день чем-то таким занимается может быть компьютерный релик релик вокруг этого дела но это не требует работы высшего образования да соответственно и платит так на этим неадекватно бывшему образованию да мы возвращаемся к министерству образования сша которая решила прорывную вещь такую сделать значит выделили я боюсь арт миллионов 17 не безумные там деньги конечно для них оборотов там 17 миллионов долларов чтобы запустить пилотную программу пилотная программа состоит вот в чем значит берутся несколько обычных обычных университетов в которых разрешают набрать свои курсы таким вот учебным заведением частным и очень дорогим которые как группа называются код академии код академии то есть вот скажем так академия программирования кодирование да можем это короткие программы вот буткемпы такие у нас в сан-франциско штуки 3 где людей за три месяца в очень интенсивном режиме обучают и там потом на работу как-то они устраиваются пишут что исключительно хорошо устраиваются но еще не всех берут там отбор серьезно короче смысл этого в том чтобы как-то вот попробовать могут и частные вот эти заведения как-то влиться в структуру как бы на субподряде быть у государственных дело в том что это запрещено законом сегодня то есть если ты аккредитованный университет или колледж ты должен своими силами обучение проводить они могут немножко там аутсорсить но вообще должны своими силами и деньги которые там выделяются это фактически деньги на то чтобы студент платил обычная тюишин которая платит ну вот государственных учебных заведениях а вот теми деньгами они компенсируют вот этим вот частным учебным заведением то есть они частные учебные заведения получат свои там свои деньги может быть им конечно какой-то дискаунт надо будет предложить да потому что им дают сразу много студентов там то есть может быть они если у нас они учат тут за 17 18 тысяч вот эти там три месяца да то там они может быть там за 10 согласятся я не знаю а может и не согласятся посмотрим во всяком случае им дают вот эти деньги и на самом деле это довольно большие деньги если подумать о том сколько народу есть допустим дать там по 10 тысяч или скажем по 17 тыс там там 17 миллионов вот так значит по 17 тысяч это уже можно тысячу человек научить кодирование вот например в этих программах а программа пилотную они хотят посмотреть как пойдет потому что если пойдет то они хотели бы расширить говорят о том что может быть надо и список профессии расширить а не только кодирование но с другой стороны говорят что все остальные профессии как бы и так народу хватает нет такого дефицита там и так далее в общем почему я говорю что вот такая интересная инновация то есть люди пытаются что-то сделать потому что в принципе федеральные деньги которые тратятся на образование фактически разбазариваются то есть эффективность если не нулевая то как бы не не сильно от нуля отличающийся я так вообще как бы если в моих руках было то я бы вот говорю что здесь профессии которых не хватает стране да ну допустим там химики математики физики там программисты и так далее я бы туда давал просто стипендии и люди у которых денег нет например на учебу да пусть бы они туда шли им бы стипендии оплачивали государственные а тот кто хочет на бизнес администрейшн или там может еще чего на что спроса нет пусть бы из своих платили ну как бы так или может быть не давать им таких существенных стипендий там субсидий то есть я бы я бы давно бы уже так сделал я не знаю почему вот такая очевидная простая мысль то есть почему деньгами нельзя регулировать например потоки молодых людей выбирающих ту или иную профессию это очень странно для меня ну ладно значит такая вот новостишка мне тут кто-то написал комментарий что вот казалось бы какое мне там дело до того как люди заканчивают там эти учебные заведения с каким процентом и в какой профессии там по профессиям все там несколько десятков профессии там видно где у тебя больше шансов оказаться безработным или там недозагруженным там и так далее это очень интересная штука для выбора профессии я считаю что на сегодняшний день нет лучшего и более ценного источника для того чтобы подумать о том какую профессию выбрать чем этот материал который я сегодня поместил это federal reserve bank кстати нью-йорк отделение на их веб-сайте значит игорь ткач и казалось бы что там михаил до этого дела эта тема у нас на канале очень популярная то есть я не то чтобы лично мне там как-то это было важно но поскольку у нас очень много молодежи у нас постоянно обсуждается тема профессии у нас постоянно обсуждается выбор профессия у меня вот такая профессия а что мне светит если я приеду в сша а посмотри причем это местные выпускники да ты бы сделай скидочку на то что с тобой там будет когда ты приедешь а там и по деньгам видно в начале карьеры там как бы с опытом и так далее так очень интересно очень интересно именно для сравнения так вот я к чему говорю что у нас вопросы образования всегда имели так некоторое освещение вот а я думаю что мы вообще наверное должны больше об этом разговаривать у меня есть несколько планов там таких творческих по этой части поэтому я вам пока рассказал маленькую хохмочку про попытку подключить частный бизнес не бизнес частные учебные заведения которые гораздо более эффективны подключить их вот к структурам государственного или финансирования федеральные так далее ну а еще какие-то интересные вещи будут мы тоже расскажем все ребята счастливо я прибыл тут в одно интересное место для одного интересного дела может когда расскажу а может быть это будет нашим секретом счастливо